Ребята, друзья, приехали в Межигорье. Это бывшая резиденция Януковича. Поводим вас покажем, как он тут жил. Ребята, друзья, приехали в Межигорье. По территории Межигорья начнем с вот этого здания, которое вот справа. Это раньше был дом охраны и в нем находятся комнаты отдыха охраны, медицинский центр персонала, небольшой тренажерный зал для охраны, склад для оружия. И вот снизу самого здания 6 боксов на 12 машин сопровождения охраны. Правее мы видим красивый заборчик, за которым находится так называемый вид зоны Януковича, где он сам постоянно находился. Сейчас мы еще туда вовнутрь заедем, где более детально я все вот так уже расскажу. Пока вот справа, вот это большое здание, это физкультурно-осторвительный комплекс. В нем находится поллинг, тир, тренажерные спортивные залы, денежный порт, максимский ринг, бассейн, медкомплекс для Януковичей и небольшой зимний сад. Ну а по левой стороне основной забор, который охраждает всех 140 гектаров территории Януковича. Высотой он около 5,5 метров. Сверху есть проволока под напряжением, камеры видеонаблюдения, были датчики движения, а также тепловизоры. И с той стороны забора дежурил спецотряд «Берг». Полный штат персонала, тут было 800 человек, но ежедневная рабочая смена была около 300 людей. На сегодняшний день работает на территории порядка 150 людей, в принципе, ежедневно. И после ухода Януковича все делали при желании, поэтому кто захотел остаться работать и дальше, ну а кто захотел ушел. По правой, вот и левой стороне мы уже видим одно большое поле для Вольфа. Сделано оно полностью искусственно, то есть водоемы, насыпи и сама трава устрелена аэрлонами, то и живая. Даже вот эти ели, которые вдоль дороги справа и слева, они также были завезены и насажены уже большими взрослыми. Некоторые, как вот справа, до сих пор стоят на растяжках. Ну, хотя само поле для Вольфа еще. Сначала вот эти ели, которые вдоль дороги справа и слева, они также и строения. Это еще одни, но не заставки. Она находится между трех горах. От этого уже давно пошло такое название самой территории, меж горам и меж гори. Ну и сейчас мы уже спустимся с вами вниз. Где более детально я вам все уже расскажу. Вон Зачек сидит, смотрите. Офигеть, настоящий? Ну, какой это же. Пластмассовая такая. Где Заяц? Ты видишь? Нет. Сейчас постараемся так, чтобы оберем. А, да, 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 вон он. Вон Зайчик сидит, смотрите. Вот, вот он. Дальше. Да, да. Да, да. Ну, какой. Тянута проволокой, под напряжением ее трогать я не советую, но напряжение давно сняли. Слева в этом большом озере плавает очень много уток. Есть лебеди и белые, и черные. Для них даже домики есть на воде, в которых кормушки и гнезда по всему озеру. Ну и в этом озере очень много рыбы. Сюда и такой очень частный, в принципе, утреболков. В озеру даже есть перцы с подставками вот такие для уток. Круто. Ну а лебеди, нам уже виднеется большой деревянный корабль. Это есть парка Деркалион, это ресторан на воде, но он сделан более как панкет, лицал. Который по проекту рассчитан на 30 персон. Сюда принимал две гостей Янукович. Они тут кушали, выпивали, развлекались, ну и так далее. Ну и в нем сделан пол с редких пород прамора. Там три люстра из крусталя и позолоты. И там же находится посуда, сделана от дизайнера Версаль. В леве вот есть еще красивая беседка, сделана полностью из дерева. В леве два дальних домика со сругой. Это две голубятни и синие круги у них на крышах. Это ориентиры голубям для того, чтобы когда их поднимает воздух, они ориентируясь по ним, могут долго зависать в воздухе на одном месте, ну и если при условии, что с ними постоянно работать, тренировать. И левеуборная ранее была для Януковича и гостей, теперь работает для всех бесплатно. Тут мы можем сделать остановочку 10 минут. Можете осмотреться, прогуляться, попотографироваться. Сделали нам остановку на набережной Днепра. Вот такие красоты. Вот этот забор с проволокой. Раньше тут напряжение было, сейчас вроде бы отключили, но просят не трогать все равно. Вот такие красоты. Ой, уточка вот. Ой, уточка вот. Такие просто гуляют уточки, не боятся вообще. Да, смотри. Такой масштабненький корабль-ресторан. Тут Янукович принимал своих гостей. Но внутри сейчас закрыто и ничего не видно. Смотрите, какой. Огромный просто. Хотим вам туалет показать в Межигорье. Здравствуйте. Проходите. Смотрите. Он бесплатный? Один из, наверное, сотни здесь. Чего, прикольно. Нет, прикольно ничего не было. Голлер картины. Он большой. Картину покажи с голубями. Сейчас. Довольно большой зеркало. А, тут потому что голубями рядом. Это такое под накрытием. Где и любил рыбачить Януковича, возле него есть маленькое такое строение. Это была кухня для рыбы, где в основном хранили пойманную рыбой Януковичем. Ну и при желании на месте могли сразу и приготовить. Также, с левой стороны, мы можем увидеть красивый пешеходный мост. Ночью, который раньше подсвечивался, и вдоль озера есть уже фонтаны. Но их уже просто на ночах включили. Медведев, Лукашенко, Назарбаев, какие-то арабские шины, парковая зона при доме, мост через оси Романовича. То есть, уже строили его три Януковича, есть спортивный салон для столовой персонала, которая вот двухэтажная, большое здание прямо по кодусу. Ну, как бы, в этом здании не только столовая, там еще админ корпус начальца персонала, комнаты отдыха, охраны и небольшой тренажерный зал для них же. Рядышком, возле столовой, прачечная и сушилка. Дорога уходит наверх на черный выезд. К правее, чуть ниже, также маленькая страусиная ферма. Ну, а здесь более хозяйственный вариант, основные сверху зоопарки. Прямо же перед нами автопарк. Там 35 машин и 7 мотоциклов, которые находятся на втором этаже. Первый этаж автопарка, это техзона, если вот, две мойки и склад автозапчастей. А, тут дежурно. Идем в гостевой домик. Такой небольшой домик. Озеро. Прикольно было бы тут погостить. Пошли на мост, покажешь. Идем. А он высокий. Класс. Ну, в прошлый раз, когда мы сюда приезжали, была куча лебедей и уточек, да? Да. Сейчас они уже все, наверное, спят. Для них тут специальные домики на воде стоят. Кстати, по всему периметру стоят кормушки с сеном для пятнистого... Гостевой домик с обратной стороны. Да, гостевой. Так называемый дом Путина. Да. Ну, говорят, что он тут не был. Да, был Медведев, Назарбаев, там еще какие-то президенты. Красиво все, зелено, ухожено, территория огромная просто. Кажется, что Янукович где-то здесь, легитимный. На данный момент. На данный момент. Продолжение следует... ...отдельно разместить коллекцию техники, как Самула Януковича, так же самого и младшего его сына от основного рабочего автопарка, который вы видели внизу. И если тот, который внизу, автопарк рассчитан максимум на 70 парков мест по проекту, то этот уже строили на более чем 100 парков. И очень ограниченное количество людей доступа со всего штата персонала и то по специальным пропускам. Справа вот деревянные домики. Это все банный комплекс. Тут разные виды салт, парил, акибаль. Ну и чайный домик на 30 персон. А в озере плавает речная форель, утки, мандаринки и черно-белые лебеди. Которые... Которые можем насладиться только один раз в году и то весной. С левой стороны за таким зеленым забором находится красивая смотровая площадка с видом на Киевское море. Еще при Януковиче, которую закрыли на реставрацию, потому что под не был суворунта. Ну и при нем ее сделать просто не успели. Но на сегодняшний день уже начали ремонтировать, укреплять и в скором будущем ее откроют для всех. Полный штат территориальной охраны. Тут было Януковича 162 человека и телохранителей 64. Но ежедневно по всей территории работало в среднем 50 человек. А телохранителей средняя смена ежедневная была 15 человек. У нас маленькие домики охраны телохранителей. В первом из них находится главный пульт видеонаблюдения по всей территории. Второй домик это были вольеры для служебных собак. Ну, с этой стороны немножко лучше видно. Ну, в плане то, что там вот нет. Правее вот маленькое строение за соснами. В нем находятся винный поле, маленькая кухня и туалет. А прямо мы уже видим сам дом Конку, в котором постоянно живы Янукович. Название у дома такое, потому что его строила финская компания под названием Конки. В переводе это звучит либо как дерево, либо сухая. Сосна. Дом сам поделен на две части. Два этажа нижних облицованы камнем. Три этажа вверх полностью деревянные. То есть сам дом построен с клееного бруса и в принципе быстро. В период с 2009 по 2010 год включительно. В праве вот есть еще такой макет руин Херсонеса. То есть это копия. Ну и левая красивая парковая зона озера. Маленькая там с фонтанчиком. Тут каскады спадиков и деревянный мостик через них. А по правой стороне даже находится красивый водоспад. Ну и опять-таки его наночеркнулище. Пиши стеклянные строения, теплицы и парники. То есть все продукты питания выращивали исключительно только здесь на территории. А левее чуть дальше маленькое желтое строение вон то. Это пищевая лаборатория. То есть перед тем как подавать на стол Януковичу какие-то продукты. Либо готовить из них какую-то еду. Все проходило проверку в лаборатории на момент полезности. И когда ее строили она считалась одной из трех лучших в Европе по оборудованию. Ну и там за теплицами находится зоопарк в той стороне. То есть если туда хотите сходить, то это за ворота сразу же налево. Ещё раз налево. Так что это такое, ты не помнишь? Мангальчик, по-моему, какой-то специальный. Посмотри. Похож на мангал какой-то. Спешл. Сейчас спущусь покажу. Вот выход к нему. А вы говорили у наших друзей на даче офигенный мангал. Вот офигенный мангал. Да, только таких здесь, наверное, штук 10 мы увидели уже разу. Вот такая дачка, ребят. У Януковича была. С фонтанами, озерами, водопадами, зоопарком, вертолётная площадка. Это фонтан, мы сверху сейчас, он выключен. Кстати, покажи ещё раз. Сейчас. И туда монеты бросают. Есть вибро с собой? На домик ямыка. Идём с вами к копии развалин Херсонеса, которые были у Януковича. Прикиньте, даже такое. Голова коня. И вот сам домик. Сейчас поближе подойдём ещё. Ходим к датчике Януковича. Вот тут фонтан, клумбы, лабиринты, статуи. В общем, масштабы впечатляют. Сколько людей за этим ухаживает. Вольно жить возле Днепра в таком домике. Правда, части он реставрирует. Но если найдём фотки без вот этого зелёного, то вставим видео и посмотрите. Да, мы тут уже второй раз. Ждуны. Я не знаю, зачем их тут посадили. Зато они в вышиванках. Компочки. Всё подстрижено, ухожено. Вон утка сидит. Шмель снайкался. Братан, так что ты ждёшь? Хозяина ждёшь? Януковича, легитимного ждёшь? Короче, прикольные памятники. Ждун вообще красавчик. Я в шоке. Сейчас посмотрим, что здесь дальше. Оба, на. Ждунихи я ещё не видел. Ждунихи я ещё не видел. Легитимного. Смотрим дальше. Тут такая куча живностей. Посмотрите, сколько рыбы. Сотни. Посмотрите, что сейчас будет твориться. Сотни. Ох, вынтокрыл. Геликоптер. Блин, посмотрите, сколько рыбы. Я в шоке. Уткам бедным не долетает. Да, утки не успевают. Сейчас уткам ноги пооткусывают. Древнегреческие скульптуры здесь. Всякие. Домики для уток. Ого, кто-то борзый прилетел. Короче, уже минут 15, блин. Скармливаем батон. Утки гоняют рыб. Рыбы гоняют уток. Не можем разобраться, что здесь происходит. Да, кого кормить вообще. Друг с другом все дерутся. Никто спать не хочет. Короче, вообще. Золотой батон. Так красиво все подстрижено. Прям как в отеле египетском или турецком. И что мы тут нашли? Так, кто это в окне? Валь. Привет. Привет. Смотрите, это золотой батон. Пусть в глаза, что это золотой батон. Пусть в сэш. Пусть в газ, ящиков-пусть. Пусть в газ. Пусть в газ. Пусть в газ. Пусть в газ. Ребята, такая рыба просто, не знаю, передает телефон или нет, объемы. Ну, блин, сколько она, сантиметров 50, наверное. Я не знаю, ну, в полметра точно. Что это за рыба, вообще непонятно. Главное, озерцо такое небольшое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»